Друзья, вспоминая ситуацию, когда от Иисуса Христа отошли 70 учеников. Это были люди, которым Он даровал способность исцелять других, изгонять бесов. Это были люди, которые видели, явно видели силу Божию. Кстати, даже этим людям было дано обещание. Иисус сказал им, говорит, не радуйтесь тому, что бесы повинуются во имени Моем, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. И эти люди, когда услышали слова Иисуса Христа, кто не будет есть плоти мои, пить крови мои, они не смогли это слушать, для них это казалось чем-то нереальным. Наверное, если бы вы сейчас услышали от какого-то человека, если ты моего тела не будешь кушать и мою кровь не будешь пить, может быть и вы так же самое отреагировали. И вот эти ученики, вместо того, чтобы спросить у Иисуса Христа, Иисус, а что же это значит на самом деле, что ты сказал? Мы не понимаем этого. Вместо этого они просто-напросто ушли. Кто-то сказал, кто может слушать такие слова? И вот иногда бывает у людей, христиан, или тех, кто называют христианами, что-то попадается, то, что они не могут понять, где-то даже в Библии, может быть какие-то обстоятельства, и вместо того, чтобы спросить у Иисуса Христа, Иисус, а что же это значит? Люди просто уходят. Друзья, самое интересное в этой истории, когда Иисус Христос спросил остальных учеников, может и вы хотите уйти? То есть, Его служение Он держал на открытой руке. Если ты хочешь, служи. Если ты не хочешь, Он не заставлял этих людей. Выбор был за ними. Вот в этом и есть прекрасное того, что Бог оставил свободную волю, волю выбора даже тем людям, которые верят Ему, тем людям, которые используются им, тем людям, через которых Бог действует. Он все равно им оставил свободную волю. И вот здесь Петр отвечает и говорит, Господи, кому нам идти? У Тебя есть глаголы вечной жизни. Вы знаете, когда человек уходит от Иисуса Христа, я замечал, люди начинают бегать по разным религиям. О, там лучше, а вот там то, а там такой спикер хороший, а там такая организация хорошая, а там то, а там то. И бегают, и бегают. Там соблазнились, ушли туда. Там соблазнились, ушли туда. И так и хочется спросить, где вы ищете счастье? Иисус сказал, придите ко Мне все труждающиеся и бремененные, и Я успокою вас. Куда вы идете? Где вы пытаетесь Его найти? Вы не найдете Его нигде, ни в ком. Помните, даже слова, которые были сказаны, очень интересные. Если вам скажут, там Христос, или там Христос, не бегайтесь. Самое интересное, что это слово Христос, я недавно узнал, это просто слово помазанник. Я всегда относил это только к Иисусу Христу. А сейчас это более широкий спектр. То есть люди ищут помазанника, будь то помазанник организации, будь то помазанник какой-то человек, которого они называют духовным отцом, или еще кого-то. И эти несчастные люди бегают за другими людьми и даже находят каких-то людей, которые достойны подражания в каких-то областях жизни. Но потом, когда тот человек падает, обязательно падают и они. И, друзья, вот этот вопрос, который был задан Петром, я сейчас хочу задать каждому. Петр спросил, кому нам идти? Друзья, поверьте, вам и мне, и всем людям на этой планете, им некуда идти, кроме как к Иисусу Христу. Почему? Потому что у Иисуса Христа слова вечной жизни. Вы можете идти к мудрецам, которые будут вам рассказывать много интересных теорий, много интересных историй, но слов жизни вы не получите никогда у мудрецов. Почему? Потому что слова вечной жизни, они находятся у того, кто является вечным словом Бога, Иисуса Христа. Друзья, я очень хотел бы, чтобы каждый из нас это понял, чтобы каждый из нас искал лица Божьего, чтобы каждый из нас осознавал и понимал, что лучшего места, чем вместе с Иисусом Христом, не может быть нигде и никогда. Друзья, я призываю всех вас прославить Иисуса Христа своей жизнью, своими делами и своими устами, потому что Он достоин славы. «Кому нам идти?» – сказал Петр. «Скажите и вы, Господь, куда нам идти? Нам некуда идти, кроме Теба. Только с Тобой, только в Тебе, только у Тебя есть слова вечной жизни». Сам Иисус является вечной жизнью. Куда нам идти? Только с Ним и только в Нем есть радость и смысл жизни, есть спасение только в Нем. Аминь.